Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич, Алексей Михайлович. Спасибо за возможность выступить с докладом. Но, к сожалению, Валерий Владимирович сегодня не смог. Итак, злокачественное новообразование в России в 2019 году. Вы видите основные данные по злокачественному новообразованию, и, что характерно для этого слайда, здесь данные о числе умерших от новообразований, злокачественных новообразований и показатель смертности представлены по оперативным данным Росстата. Это единственный слайд, где используются оперативные данные Росстата, так как мы все прекрасно понимаем, что, во-первых, они не содержат данных окончательных свидетельств о смерти, и, кроме того, они не содержат разбивки по полувозрастному составу населения и по отдельным нозологиям, что делает их достаточно ограниченными для использования для анализа. Рассматривая показатели заболеваемости населения России и федеральных округов, мы видим, что при ранжировании по грубому показателю наибольший показатель отмечен в северо-западном федеральном округе. Но необходимо отметить, что стандартизованные показатели совершенно не обязательно полностью коррелируют с уровнем грубого показателя, что, собственно говоря, в очередной раз доказывает необходимость при сравнении различных территорий использовать именно стандартизованный показатель, который учитывает влияние возраста. Здесь, как уже отмечал Андрей Дмитриевич сегодня, отдельное внимание нужно уделить северо-кавказскому федеральному округу, где крайне низкие и грубые показатели, и стандартизованные, что с большой долей вероятности говорит именно о недоучете онкологических заболеваний, а не о прекрасном здоровье населения. Кумулятивные риски при злокачественных новообразованиях имеют ту же тенденцию, которая была в прошлом году, в позапрошлом году. Если смотреть динамику за пять лет, то растет риск заболеть злокачественным новообразованием как у мужчин, так и у женщин, причем у женщин рост более значительен. И при этом снижается риск умереть от злокачественного новообразования. Причем, что интересно, у женщин также процент снижения риска более выражен. И до перехода к федеральной программе есть смысл посмотреть на стандартизованные показатели смертности. Но, к сожалению, за 2019 год пока нет возможности представить стандартизованные показатели, опять же, потому что оперативные данные Росстата не содержат для этого необходимых данных. Но пока в сравнении 2017 и 2018 годы. Итак, прирост стандартизованного показателя отмечен в 39 регионах, в 4 регионах нет динамики и в 43 регионах убыль от 0,6 до 24%. И обратите внимание, что максимальный прирост отмечен в регионах с относительно небольшой численностью населения. То есть это малые абсолютные числа, которые не очень показательны. И, к примеру, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область в предыдущем году были показаны как регионы с наибольшей убылью показателя смертности. Причем именно стандартизованного. Ну и наибольшая убыль отмечается в республиках Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Магаданской области и республике Хакасия. Наверное, нет смысла останавливаться на индикаторах федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Здесь, как уже было сказано сегодня, мы не достигаем пока показателя смертности от новообразований. Несмотря на значительное снижение в январе-марте показателя, он еще далек от планового в 2020 году. И какие же основные причины недостижения? У предыдущего докладчика был целый доклад, посвященный проблемам онкологической службы. Поэтому нет смысла, наверное, останавливаться на каждой из причин. Они все всем хорошо знакомы. Это выявление на поздних стадиях, кадровый дефицит, недостаточно обеспеченность диагностическим оборудованием. И остальные. И для того, чтобы эти причины устранить, в 85 субъектах Российской Федерации были разработаны региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», основные мероприятия которых включали целый комплекс, начиная от профилактики злогачественных новообразований и заканчивая реабилитацией, развитием палеотивной помощи, формированием и развитием цифровой службы и очень многое другое. В общем-то, исполнение всех этих мероприятий уже начато. И темпы, конечно, выполнения различные. И успехи пока в различных регионах также отличаются. Но, тем не менее, определенные положительные моменты уже можно отметить. Здесь приведены показатели диагностики злогачественных новообразований населения России и также тесно связанная с ними показатель одногодичной летальности. И вот, как вы можете заметить, в России в целом, конечно же, выявлено небольшое увеличение показателя активного появления, увеличение показателя первой-второй стадии, снижение выявления в четвертой стадии и снижение одногодичной летальности. Но, что интересно, что, предположим, показатель активного выявления снижается в Приволжском округе, в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах, что впоследствии может достаточно негативно сказаться на остальных показателях, а также и в конечном итоге на показатели смертности от злогачественных новообразований. По первой-второй стадии отмечено достаточное повышение, достаточный рост показателя и, соответственно, снижение показателя в четвертой стадии. Но при этом необходимо отметить, что есть федеральные округа, в которых выявлен рост одногодичной летальности, несмотря на снижение выявления в четвертой стадии. Но хотя выявленная четвертая стадия в этом году, она скажется на одногодичной летальности только в следующем году. Итак, в северо-кавказском федеральном округе выявлен рост одногодичной летальности, что немножко не коррелирует с относительно низкими показателями заболеваемости и смертности. Говоря о выявлении, обязательно нужно учитывать также выявление в стадии ин-ситу. И здесь, конечно, отрадно заметить, что как в целом канцер ин-ситу, так и канцер ин-ситу молочной железы, и шейки матки демонстрируют рост, особенно значительный рост между 2018 и 2019 годом, что говорит о положительности тех мероприятий, которые проводятся, об их эффективности. Но при этом, конечно, мы понимаем, что при таком значительном числе проведения скринингов, при активной онконостороженности всё-таки имеющееся число ещё очень сильно отстаёт от желаемых. И, конечно, в дальнейшем мы рассчитываем на ещё больший рост показателей. Если же говорить о показателях запущенности, то здесь очень важно сравнение одногодичной летальности в текущем году и запущенности, то есть выявлений в четвёртой стадии в предыдущем году. И если посмотреть по федеральным округам, то в большинстве, практически во всех федеральных округах, кроме центрального, этот показатель более единиц, что, конечно, недопустимо, потому что, конечно, мы понимаем, что он не может быть больше единиц. Здесь возможны либо ошибки в стадировании и некорректная четвёртая стадия, число злокачественных новообразований в четвёртой стадии, либо какие-то ошибки другого учёта, возможно, неверное кодирование причин смерти. Для ранней диагностики, для качественной диагностики нам очень важна, конечно, диспансеризация. И пока вклад онкологического компонента диспансеризации не очень велик. Он составляет 25,3% активное выявление и всего 6,3% общее выявление злокачественных новообразований. Учитывая, что приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 124Н введены дополнительные скрининги на выявление злокачественных новообразований, в том числе злокачественных новообразований шейки матки, молочных желёз, предстательной железы, толстого кишечника и прямой кишки, визуальных и иных локализаций и пищевода, жерудка и двенадцатиперстные кишки. Мы, конечно же, ждём, что в дальнейшем диспансеризация покажет лучшие результаты. Но при этом мы должны понимать, что 2020 год, наверное, не будет показательным, так как все мы понимаем, что сейчас диспансеризация остановлена. И насколько скажется пандемия на её эффективности в 2020 году, пока говорить преждевременно. Говоря о состоянии потребности в штатных единицах и коечном фонде, в целом ситуация несколько улучшается, особенно в отношении онкологических коек и врачей, радиологов и радиотерапевтов. Среди врачей-онкологов также всё ещё сохраняется дефицит 16,8%, и коэффициент совместительства 1,3% высоковат для нормальной работы специалистов. У врачей-радиологов и радиотерапевтов дефицит специалистов составляет 15,6%, коэффициент совместительства приемлемый 1,2%. И следует отметить, что выросла в этом году обеспеченность койками онкологическими на 10 тысяч населения. То есть если в прошлом году показатель составлял 2,4% на 10 тысяч населения, то в этом году это 2,5%. Как уже очень подробно рассказал Тигран Гагикович в своём докладе, сейчас активно открываются Центры амбулаторно-онкологической помощи для совершенства меньшей маршрутизации, для приближения лечения к месту жительства пациента и для многими другими целями. Ну и здесь кратко о том, что, собственно говоря, происходит в 2020 году с Центрами амбулаторно-онкологической помощи. Здесь представлен план по открытию в курируемых на МИЦ радиологии округах. Это Центральный, Северокавказский и Привозский федеральный округ. И в них план на 2020 год составляет, соответственно, 39 и 26 центров. На 10 июня 2020 года, то есть на данный момент, можно сказать, открыто всего 4, 1 и 5 соответствий. И посмотрите, какое количество запланировано на декабрь. И с учетом того, что часть этих центров амбулаторно-онкологической помощи, запланированных на декабрь, расположены в одних и тех же регионах, естественно, необходимо говорить о том, что регионам нужно пересмотреть эту позицию и частично перенести открытие на более ранние сроки, иначе план достигнут не будет. В целом, в РФ запланировано в 2019 году организовать 100 центров амбулаторно-онкологической помощи. Организованы 141 центр, то есть план выполнен. Но здесь очень важно говорить, конечно, о качестве их работы, но что было освещено в предыдущем докладе. В 2020 году всего в Российской Федерации нарастающим итогом должно быть открыто 210 центров, и к 2024 году 420 центров амбулаторно-онкологической помощи. Мы понимаем, что пациенты, которые состоят на учете с онкологическими заболеваниями, не обязательно умирают от онкологических заболеваний. И здесь вы видите число, ну и точнее, показатель умерших от неонкологических заболеваний на 100 умерших больных. Показатель этот также с года в год растет. В 2019 году он составляет 21,8%, то есть каждый пятый онкологический пациент умирает от неонкологического заболевания. И прирост показателя с 2011 года составляет 27,6%. Ну и также бы хотелось обратить ваше внимание, что помимо динамики заболеваемости, смертности и остальных показателей, необходимо обращать внимание на заболеваемость, смертность и показатели диагностики, в том числе населения трудоспособного возраста. Здесь в целом динамика заболеваемости и смертности коррелирует с общей заболеваемостью и смертностью, но при этом хотелось бы отметить, что при достаточно значительном приросте в 4,4% у мужчин и в 19,3% у женщин мы видим значительное снижение грубого показателя смертности. Убыль на 14,5% у мужчин и на 14,6% у женщин. Ну и структура заболеваемости несколько отличается от населения в целом. Так, среди мужчин наиболее распространены злокачественные новообразования легкого, гемобластозы, рак почки, желудка и предстательной железы. У женщин чаще встречались злокачественные новообразования молочной железы, шейки матки, щитовидной железы, тела матки и яичников. И необходимо учитывать данную структуру так же, как и структуру для заболеваемости, структуру заболеваемости населения в целом. Так как, ну, наверное, вот этим локализациям необходимо уделять отдельное внимание, учитывая относительно молодой возраст заболевших. спасибо за внимание. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok